Добрый день, дорогие друзья! Если вы нас смотрите, значит вы снова на канале агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. Сегодня мы с вами прибыли в Гран-Алакант. Мы находимся в районе Пуэрто-Марина. Это у нас 10 минут пешком до моря, до замечательного пляжа. И дорога, сразу скажу, у нас прямая, ровная, не нужна ни в горы, ни с горы. Поэтому, что мы здесь будем смотреть? Будем смотреть апартаменты, точнее бунгало, вот в этом замечательном комплексе со своим бассейном, со своими зелеными зонами. И наш сегодняшний объект будет иметь 78 квадратных метров, 3 спальни, гостиная, кухня и, естественно, ванная комната. Расскажу немножко про сам район. Пуэрто-Марина у нас, именно возле нашей урбанизации, есть небольшой супермаркет, бары, рестораны. Ну и, конечно, тоже, что очень важно, школа. Для детей все в 5 минутах ходьбы. Ну и если вы же пожелаете, например, поехать в банки, аптеки, вот вся остальная инфраструктура, это у нас 5 минут на машине до Гран-Алаканта. Мы с вами подошли к нашему бутгулу, вход находится на втором этаже, поэтому давайте поднимемся. Сама терраса, ну для кого терраса, для кого балкончик, имеет 15 квадратных метров. И, в принципе, отсюда можно даже есть кусочек небольшой моря видно. И можно использовать, как хоть и напротив тоже есть дома, но, в принципе, приватность не нарушается. И можно использовать здесь, именно сделать, как, например, обеденной зоной. Ну и сейчас давайте пройдем в дом и посмотрим его. Заходя с главного входа, мы сразу с вами оказываемся в гостиной. Она имеет 25 квадратных метров. Сразу сбучу высоту потолков, это у нас 2,5 метра. И немножко про технические детали. У нас окна по всей квартире испанские, алюминиевые, с двойным стеклопакетом. Также у нас именно в гостиной есть кондиционер. И по ремонту он у нас хороший, можно заезжать и жить. На полу лежит плитка. Единственное, вот, например, в гостиной, что заметила, это у нас отклеилась такая декоративная балка. Но она имеется, ее можно будет приклеить. Если вы будете планировать делать именно ремонт, то, конечно, по-хорошему можно вот эту стену снести. Потому что именно за ней у нас находится кухня. И соединить кухню, и сделать более просторную гостиную таким образом. Давайте сейчас, наверное, на кухню переместимся и посмотрим ее. Кухня у нас стандартная, испанский гарнитур деревянный, в хорошем состоянии. Вся бытовая техника необходимая тоже есть. Единственное, оставлено место именно для посудомоечной машины. Ее при желании можно будет докупить. И, как уже говорила, вот эту стенку можно будет снести. У нас также из кухни есть выход на застекленную галерею, где у нас расположилась стиральная машинка и нагревательный бойлер, котел. И также из кухни у нас есть вход в нашу первую спальню. Она самая маленькая, 6 квадратных метров. Можно ее сделать из нее гардеробную, либо кабинет, либо оставить как спальню. Окна выходят в нашу внутреннюю патию. А сейчас давайте из гостиной пройдем во вторую часть квартиры, апартаментов и посмотрим остальные две спальни. Это у нас главная спальня. Она имеет 12 квадратных метров. Окна у нас в плюс, что у нас везде есть москитные сетки. Также в этой спальне встроенный шкаф. И на полу, в отличие от остальных комнат, лежит именно ламинат. Ну а сейчас давайте пройдем, посмотрим, что у нас есть дальше. Между двумя спальнями расположилась ванная комната со всей необходимой сантехникой. И у нас здесь раньше было беды, поэтому при желании вы можете снова его установить. Ну и наша последняя спальня имеет 10 квадратных метров. Окнами она выходит во внутреннюю патию, смотрит напротив именно в окно нашей первой спальни. И также здесь имеется встроенный шкаф. И также во всех спальнях у нас есть вот такие потолочные вентиляторы. Ну а сейчас давайте с вами спустимся вниз и подведем итоги. Мы решили из-за урбанизации прогуляться до пляжа. Заняло это у нас 10 минут пешком. И вот попали на такие замечательные песчаные пляжи. Растянулись они на несколько километров. Пляж Карабаси, Альтет. И поговорим, наверное, о цене. Стоимость данного предложения 92 тысячи. И напоминаю, что у нас входит свое парковочное место в цену. Ну а что же касается плюсов и минусов, то первый минус это, пожалуй, северная сторона нашего бунгла. Поэтому солнце не так много именно попадает в квартиру. И второй минус это именно удаленность основной инфраструктуры. Она, еще раз напомню, находится в пяти минутах езды на машине. Хотя прямо возле нашей урбанизации есть небольшой магазинчик для первых нужд. И несколько баров и ресторанов. Что же касается плюсов. Конечно, первый из них не можем отметить. Это близость к морю и 10 минут пешком до таких замечательных песчаных пляжей. Второй плюс это свое парковочное место. Ну а третий, пожалуй, будет приближенность к аэропорту. Именно для тех, кто много путешествует, я думаю, это будет большим преимуществом. Мы надеемся, что вам сегодняшний обзор понравился. Обязательно оставляйте нам комментарии. Также не стесняйтесь задавать свои вопросы. Пишите нам на WhatsApp. И, конечно же, поддерживайте нас лайками. Нам всегда это очень приятно. И подписывайтесь на канал, если вы все еще по какой-то причине этого не сделали. И мы с вами тогда, если вы еще и нажмете колокольчик, и тогда точно очень скоро увидимся при просмотре следующей недвижимости. Всем отличного дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok